Каждый уважающий себя родитель хочет, чтобы его ребёнок развивался правильно, гармонично, с нормальной здоровой психикой. Родительский инстинкт укрепляет ответственность за подрастающее поколение. Мы все хотим обустроить жизнь наших детей наилучшим образом, в том числе и во взрослой жизни, когда сын или дочь вырастет и начнёт жизнь самостоятельно без нашей помощи, заботы, советов. С книгами по детской психологии и воспитанию всегда было немало вопросов и трудностей, что читать и как найти на это время. Сегодня хотим предложить вашему вниманию самые интересные, но не лишённые научного обоснования книги по детской и подростковой психологии. Ведь порой ребёнок может вести себя столь необычно, что совершенно неясно, как подойти к решению этого вопроса. В каких случаях, когда только прозвенели первые звоночки, и родители самостоятельно могут решить ситуацию, разобраться в переживаниях ребёнка и наладить контакт, помогут книги по детской психологии? В это издание вошли бестселлеры профессора Юлии Борисовны Геппенрейтер «Общаться с ребёнком как?», «Продолжаем общаться с ребёнком так?» и «Хрестоматия родителям, как быть ребёнком». Книги, совершившие революцию в области воспитания и продолжающие окрылять родителей, а подробно рассматривают воспитательные нормы, бытующие в нашей культуре много десятилетий, и показывают, почему они утратили эффективность. Юлия Борисовна доказывает, что не только с малышами, но и с трудными подростками отношения можно исправить всегда, научившись общаться по-другому, и даёт пошаг инструкции к тому, как это сделать. Это книга-бестселлер, просто отличная книга, которая поможет найти общий язык с детьми, дать правильное воспитание и сформировать гармоничную личность. Автор делает акцент на том, как нужно правильно общаться не только с малышами, но и с трудными подростками. Главный посыл – с помощью правильных слов в любое время можно наладить отношения с детьми. Также из этой книги можно узнать о том, как сложившаяся современная культура стала неактуальной, а в некоторых случаях даже может навредить. А теперь поговорим о каждой книжке отдельно. Считаем, что это одна из достойных книг по детской психологии. На тему детско-родительских взаимоотношений написано огромное количество специальной литературы. Большинство авторов пишут сложно, научным языком, с использованием профессиональной терминологии. Книги зарубежных психологов более конкретны, но западная реальность настолько отличается от российской, что воспользоваться их рекомендациями жителями нашей страны почти невозможно. Книга «Общаться с ребёнком как?» адаптирована к российским реалиям. Причём Юлия Борисовна сделала это совместив, а, казалось бы, несовместимая научную глубину и простоту, практичность. Самое главное, что в книге даются чёткие рекомендации, которые помогут, если применять их постоянно. Читать легко и удобно, так как книга разделена на части, а в конце каждой размещены домашние задания и самые распространённые вопросы родителей. Вторая часть книги – подробно описанная история изменения трудного подростка родного внука-автора. Вторая книжка серии «Продолжаем общаться с ребёнком так?» В этой книге мы можем встретить описание случаев из собственной практики Юлии Борисовны, из жизни, рассказы других психологов и даже попытки анализа биографии великих людей. Это издание уже не чёткое и внятное пособие, каким была первая книга, а скорее размышления психотерапевта о пройденном пути. Но, безусловно, для тех, кто успел полюбить автора, будет приятно и полезно познакомиться с другим её трудом. Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих известных людей о своём детстве. Живонаписанные тексты раскрывают внутреннюю жизнь детей разных возрастов, характеров и судеб. На ярких примерах взаимоотношений детей и родителей они помогают увидеть, как творческие силы ребёнка раскрываются в ходе воспитания и обучения. В книге можно найти также размышления и опыт талантливых учёных-практиков, сделавших своей профессией понимание детей и помощь им. Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребёнка». Вероятно, что большинство родителей, которые хотя бы раз задавались вопросами детской психологии, уже познакомились с трудами Людмилы Петрановской. Она автор множества книг, но «Тайная опора» стала практически настольной книгой многих молодых мам. В ней рассказывается о важном биологическом процессе привязанности. Автор объясняет, что это такое, почему важно, как у ребёнка формируется чувство защищённости и как меняется привязанность между родителями и ребёнком с годами. В основе книги — теория привязанности Джона Боулби, английского психиатра и психоаналитика, специалиста в области психологии развития, психологии семьи, психоанализа и психотерапии. Учёный первым осознал и сформулировал, что ребёнок страдает без своего взрослого, даже если сыт дед и находится в безопасности. Только после знаменитого доклада Боулби на эту тему в европейских странах начались большие перемены. Родители стали пускать в детские больницы, круглосуточные сады, и если перестали считаться нормой. Отпуск по уходу за ребёнком увеличился. В книге Людмила Петровская подробно рассказывает о формировании привязанности и о том, каким гармоничным, защищённым и душевным вырастает ребёнок, привязанность которого сформирована благополучно. И на самом деле хорошо бы её прочесть каждой молодой маме, ведь в книге содержится ответ, объясняющий многие явления и возможные трудности, которые случаются, если в задуманной природой развития вмешиваются заблуждения современного общества. Материал современный, понятный, темы и вопросы, которые освещает автор, откликаются для каждого родителя. «Потерять ребёнка очень легко. Потерять в собственном доме. А как уберечь? Как вывести на жизненную дорогу? Как помочь стать счастливым?» Книга из серии «Конкретная психология» всемирно известного психотерапевта и писателя Владимира Леви. Мировой бестселлер о взрослых и детях, о понимании любви. Произведение написано лёгким языком, воспринимается как художественное. Автор даёт рекомендации по воспитанию в себе родителя, взрослого. Кроме того, объясняет, как вырастить сына или дочь счастливым человеком, любить его и уважать. Указывает на то, что дети не обязаны становиться родительскими копиями. Подчёркивает важность уважения личности с её особенностями и предпочтениями с первых дней жизни. Ещё одна действительно классная книга от Найджела Латты «Пока ваш подросток не свёл вас с ума». Говорят, что среди подростков бывают трудные ребята. Я вам скажу, что все-все-все подростки в мире трудные. Пожалуй, период полового взросления – самый стрессовый этап в жизни не только ребёнка, но и для родителей. Как не сойти с ума от подростковых выкрутасов и как остаться своему ребёнку лучшим другом? Психолог Найджел Латта в своей остроумнейшей манере помогает родителям взбунтовавшихся подростков поверить, что когда-нибудь их дети снова станут милыми и покладистыми. В книге «Пока ваш подросток не свёл вас с ума» даны советы на все случаи жизни. Как вернуть себе авторитет? Что делать, если ребёнок попробовал наркотики? Как родителям действовать сообща? Что делать, если воспитываешь подростка в одиночку? И с чем не стоит мириться? Разобраться в этих вопросах поможет данное руководство. Порой ребёнок может вести себя столь необычно, что совершенно неясно, как подойти к решению этого вопроса. В таких случаях, когда только прозвенели первые звоночки, и родители самостоятельно могут разрешить ситуацию, разобраться в переживаниях ребёнка и наладить контакт, помогут книги по детской психологии. Эта книга поможет понять, чем воспитание девочки отличается от воспитания мальчика, какую роль играет в жизни девочки отец, почему наступает период, когда девочка вступает в конфликт с окружающим миром, и что нужно делать, чтобы помочь ей без душевных потерь выбраться из этой ловушки. Брать и посоветовать все действительно хорошие книги по детской психологии достаточно сложно. Даже если это будут самые популярные книги. Но, как нам кажется, удалось выбрать знаковые книги. И вот именно те, которые должны быть в родительской библиотеке. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok